Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Это же один наушник. Так, четыре чёсток мало будет. Ребят, нормально. На свадьбе сейчас, короче. Никаких совместных эфиров на свадьбе. Это плохая примета. Какие ужасные люди. Так лучше, да? Салют, салют. А я сниму, я в тебя. Это моя фотоохота. Ладно. Гриша, ребят, смотрите, идёт МС. Тони Хоук. Это МС Парагрин, а.к.а. Тони Хоук. Чья свадьба? Короче, сегодня женится очередной карталой. И Алла. Да. И чё вы, опять? Нет, так, наверное, не надо делать, что-то. Картинка будет. Ну и чё? Добрейшего денёчка, Антон. Ну что, готовимся поздравлять Макса с вами. Карталова свадьба. Да, ребят. Смотри, там, короче, салон. Карталова свадьба. Где? Ну-ка. Ок. Да, ребят, вам не видно, скорее всего, потому что вы, ну, не такие классные, такие. Ну, там написано окей. Смоки приедет. Да, Гриша позвал Смоки Мо. Ты позвал Смоки Мо? Да, я звал его. Значит, приедет. Батя на свадьбе даже нет. Тут есть уже батя. Эта вакансия занята на этой вечеринке. Эта вакансия занята, ман. Гриша в шоке от проёба. Какого проёба? В последнее время никто не проигрывал, не знаю. Ребят, просто посмотрите на это. Да, можно? Гриша, у тебя правда 4 ребёнка? Да, у него, ну, плюс-минус, типа 4. 4-5. Я на самом деле не знаю. Он не знает? Ну, я, короче, слышал, что 4-5 вот так вот где-то. Ну, где Браги? Вы в ГИКБ. Кто Децела позвал? Это не Децел. Посмотри внимательно. Похож он на Децел. По-моему, нихуя подобного. Браги, я, кстати, не знаю, он, наверное, поедет на машине, потому что он, ну, он известнее нас. Поэтому он на машине ездит. Вот. Зачем Дорн воду раздаёт? Ну, потому что он хороший человек. Каждый день Григорий снится. Что делать, не знаю. Блин, это женщина какая-то, да? Ну, попробуй передёрнуть. Ну, вот. Соболезную. Да? А, у них по-другому как-то это, типа? Пошли кать это, наверное. Пошли к... Парегрин, спасибо за отсылки к касте. Гриша, скажи, пожалуйста. Вот. Это очень ценно, ребят. Спасибо большое вам, что вы отценили. Этот момент. Подсылки к касте. Не забывай свои корни. Помни. Почему у Парегрина усы не растут? Я не знаю, мы пытались работать над этим, но пока, к сожалению, никакого результата. Так, ребят, Макс что-то кричит. Это он. Ребят, Макс ушёл. Кричит, у меня растут усы. Просто я их сбриваю. Так что я их сегодня по факту. Видите, проблема-то, оказывается, была в том, что он их сбривает, а мы переживали. Парегрин с кем батлил? С кем только он не батлил. Со мной батлил как-то. Категорически вас приветствую, я вас тоже. Сделайте потом фоточку, пока в рубашках такие красивые. Красивые, ты посмотри на меня, типа? Красивые, пиздец. Ну вот это да, окей, это типа инстамодель. Блин, ну почему? Ну потому что ты сотрудничаешь в Директе. Нет, все. Ты больше меня сотрудничаешь в Директе. Так, ребят. Давайте сотрудничать в Директ. Вы же серьезные люди, правильно? Артем. В Директ будем сотрудничать? Договорились. ЕКБ без вас не такой крутой. Ну слава богу, мы в ЕКБ, поэтому достаточно... Смотрите, это Веста идет, настоящая. Видели Весту когда-нибудь? Real Vesta. Веста, какой твой любимый цвет? Желтый. Фу. Гадость. Как может быть желтый любым цветом? Ну согласитесь, это странно. Темке Кепкину привет. Темке Кепкину привет. Артем, отличная прическа. Это, друзья, это спортивно-молодежная у нас так стригут. Слушайте, у нас много места в автобусе, реально. Я не взял этого времени. Ребят, смотрите. Это... Я тут живу. Мой особняк. Да, это мой особняк. Шум будет на свадьбе? Шума, к сожалению, на свадьбе не будет. Но это разве беда? Беда, согласен. Так. Давайте просто на волосы Жеки Сабирова посмотрим, что мы в самом деле, как эти санки. Посмотри на это лицо. Ты смотрел... Смотрели голый пистолет в фильме? Вот там был мистер Членц. У него такое же лицо было точно, один в один. Это, кстати, Веста, помните? Вот. В прошлый раз вы ее видели в другой части автобуса, и она опозорилась, когда ответила на мой вопрос. Что? Ну, желтый цвет этот. Не знаю, желтый. Кто женится? Да вообще, не знаю, Макс в основном. Алло. Женьке, передайте привет ему. Да. Браги поедет на машине, потому что он известный человек. Он, вы понимаете, Браги едет на машине, он курит Айкос. Айкос. Люди, которые курят Айкос, на автобусах не ездят. Веста лучшее. Я знаю, кстати, да. Я слышал об этом. Так, ребят, еще немножечко Екатеринбурга показываю. Вот дерево. Там за ним забор стоит еще со всякими буквами. Надеюсь, Браги на свадьбе будет флексить, поверьте мне. Вот это студия, ребят, называется Максидом. Да, здесь записывали Батю на выпускном. На самом деле, вон она, кстати. Мы прямо ее реально проезжаем. Здесь записывали Батю на выпускном, вон там, в этих вот. Йоу-сектор. А? Йоу-сектор. Нет, ну, извините, байня. Какой еще Йоу-сектор. Ну все, студию мы проехали. Можете на Гришу посмотреть пока, я не знаю. Гриша, какой твой любимый цвет? Я вне зоне. Черный. Там был момент приятный. Ну вот правильно. Ну, я не расист. Точнее, получается, ладно. Я разный. Гриша хотел не опозориться, и у него получилось. Наконец-то Картавый женится. Да, мы тоже все очень переживали, что он не поженится, но он поженился. Какая улица эта? Я не знаю, можешь посмотреть, вот тут дерево есть. Дом. Какое это? Ну, типа, ну, типа, ну, короче, нормальная улица пойдет, по-моему. А что не красный? Потому что с капусткой. Гриша, на версусе делаешь выше головы. Понял? Спасибо. Вот так вот. Смотрите, а это, кстати, Артем, если вы не знали. Очень нравится, что Гриша сделал такие вот эти. Передаю привет Грише Парагрину. Гриша Парагрин, твой привет принял. Смотрите, там еще кто-то нас снимает. Вон там камера висит. Так, смотрели джиперс-криперс, там так же начиналось. Там тоже что-то раз, и все, потом у всех глаза украли. У Артема все еще отличная прическа. Да, это полубокс. Передаю привет потрясающий Борщинский Кепкин. Ребят, спой 100%. Спой. Здравствуйте, здравствуйте. Сектор, что думаешь о том, что на версус не прошел? Ну, я думаю, что я... Блин, не знаю, не думаю в основном об этом. Фигня джиперс-криперс, согласен, мне тоже не нравится. Ебать, ты в рубашке. Так и он тоже, и он, смотрите, в рубашке. Даже вес-то... Нет, она не в рубашке, ладно. Если бы она была в рубашке, то это была бы желтая, отвратительная рубашка. Желтая. Цвета дюшеса просто. Отвратительная. Ребят, проезжаем престоль. Да, не смотри, как там. Будет дыхание Анатолия. Да, будто ветер Анатолия. Сейчас бы батл на свадьбе обсуждать. Лига рубашек, да. И слов зданий. Это как альмонав. Вообще, энрейдж вторым, это вообще капец, смоки не шарит. Да смоки Мо, он же богатый мужчина, зачем ему вообще думать. Вести будет в лесу даже желтая рубашка, потому что она красавица. Я согласен. Единственное, что Весту выручает, это то, что она красавица. Потому что в желтой рубашке, ну, очень мало кто может красивым быть, да. Представьте на мне желтую рубашку, меня бы посадили в тюрьму за это. Подруби трансляцию с пьяным кепкиным. Так это же не желтая рубашка. А это желтый комбинезон. Так комбинезон, комбез это другое. Комбез не считается. В желтом комбезе я бы сам погонял. Выкиньте меня на желтом комбинезоне. Понял, баллоневый такой. Почему я Вести сказал понял? Не знаю. Ребят, автосервис проезжаем, очень редкое событие. Не каждый день. Там машины чинят. Да. Долго гулять будете? Я думаю, что долго. Прогулка затянется, скорее всего. Долго-долго. Проминат, это проминающийся ламинат. Достойно. Антон, включите стрим, когда начнутся свадебные конкурсы. Ребят, всю ночь тренировался карандашом в бутылку попадать. Попал в итоге, ночь прошла неплохо. Желтые рубашки подходят старым КВНщикам. Но у нас из старых КВНщиков только Веста как раз. Ящик. Да, Гриша играл в команде уральские пельмени. Помните такого без зуба у него? Он еще зуб тогда не вставил. Гриша за Б не предъявлял за поднятые пятки. Гриша не поднимал пятки за Б. Наконец-то у тебя будет повод, чтобы нажраться. Ты думаешь, что это необходимо? Ребят, только что я вам не успел показать, но там стоял настоящий мужчина на заборе. Представляете? Привет, чуваки. Привет, чувак, пунктир. Это реально настоящий пунктир, ребят. Это даже не фейк пунктира. Пунктир, смотри. Урал. Нет, не получилось. Мы уже проехали то, что я хотел тебе показать. Ладно. О, Део Моторс. Мне кажется, это магазин Джекаджио. Здорово, пунктир и честер. Тут еще и честер есть, батюшки мои. Через прокси, наверное, зашел в инстаграм, да? Куда едете? Едем отмечать свадьбу Максима, очередного Картавого. Вот, это люди. Они тоже с нами. Это Гогес, например. Еще вот Гриша сидит. Ну, это ухо Гриши, ну ладно. Ну, вы поняли. Веста, это... Она желтый цвет любит ужас. Просто вы представляете? Желтый цвет. Типа, что может быть хорошего вообще желтого цвета? Почему Рэми Марта проиграл рэп-баттл с Кепти? Да я не знаю, кто эти люди вообще, господи. Лучше про слово Харьков меня спроси что-нибудь. Честно, ты дебил. Так, Кепкина покажи. Ребят, вот. А, это я, подождите. Сейчас. Вот, это Кепкина. Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Поняли? Поняли. Это весьма оригинальный ответ был от Артема, между прочим. Так, очень много рэпа на квадратный метр. Извините меня, надо было тебе зайти на трансляцию к этому. Кто там не рэпер? Как его? Айза. Да. Айза. Да, Айза. Какая? Вагеева. Вагеева? Вагеева? Это Айза. Ты что? Да блин, я все эти шутки. Так. Хороший от желтого, цвет банана. Да. Бананы. Знаете, что я могу сказать про бананы? Их всегда нужно покупать два, потому что один можно будет съесть. Извините. Куда Браги дели? Браги уехал на автомобиле в закат. Как вам группа закат, ребята? Говорят, распалась. Много рэпа никогда не бывает. Бывает. Посмотрите только на волосы Жеки Сабирова. Вы думаете, там мало рэпа? Это самые рэперские волосы в истории человечества. Много рэпа. Ладно. Так. А я что-то в голове. Смотрите, город немножко. Подходите. Подходишь. Нет. Там стоят пальмы. Вон, одна. Тут еще пальмы проехали. Ну, в общем, много. Продолжение следует... Продолжение следует... В Браги проехал на машине за Смоки. Нет, это Смоки приехал на машине за Браги. Поняли? Машинка это на гольф вот этих... Ну, короче, мы поняли. Как жизнь? Жизнь нормальна, в принципе. По-человечески происходит. Вот Макс женится тут, например. Ну, да. Это братья где? Веста. Это что? Ну, расскажи, как у тебя дела в конце-то концов. Ой, в конце концов. Боже, просто. Я, как понял, третий этап не скоро, так как много батлов наснимали. Не дай бог вообще вам, ребят, поэтап на этап попасть когда-нибудь. Это кошмарная ситуация, скорее всего. Параглин, красавица. Гриша, ответь что-нибудь на эту тему. Спасибо. Красавица. Интересно, конечно. А что, по дороге? Да. Ну, все, кажется, Гриша ответил. Обнимите Весту. Да мы ее заебались обнимать уже. Мы реально Весту столько раз обнимали. Почему Веста такая симпатяшечка? Я не знаю, скорее всего, дело в генетике, типа. Что? Ну, в генетике. Ну, прямо так. Типа, мне кажется, Весту зачали эльфы. Я не могу. Свадебный рэп-то будет или это все зря? Да, я готовлю вас к свадебному рэпу прямо. Но, скорее всего, Алла будет читать Максу свадебный рэп. Чисто пару куплетов под битые от Редлайта. Так. Гриша, салют. Салют. Я очень круто озвучиваю Гришу. Привет. Может, типа, шевелить, короче, губами. Да, давай. Здорово, пацаны. Как вы там? Я Гриша, а вы нет. Обнимите Весту за меня. Я просто, да. Ну, мы обнимем, не переживай. Свадебный рэп. Да, Микси, кстати, позвали сегодня ведущим на свадьбу. Скорее всего, Микси. Ну, мы попросили его пару конкурсов придумать. Я думаю, вам трудно. Да, я такой жених. Я твой брак. Сегодня твой батл с Огелом выйдет. Нет, я думаю, да. Алла лучшая фреш-вумен в этой шалаве. Ну, да, кстати, Алла действительно молодец. Она уважаемая женщина. Йоу, тут Гриша, эфир сразу стал круче. Я пользуюсь моментом. Ребят, три дома стоит. Вы только посмотрите, как их построили. Это ж надо. Смотри, один за другим просто. Если один упадет, как домино будет, поняли? Так, да, дома падают. Да, так, падают дома. Их даже сносить удобно, если ты сносишь один, все остальные падают сразу. Так, опять напьешься. Да я уже пьяный. Мексиканские конкурсы будут. Пиньята там. Пиньята, да, скорее всего. Ребят, там вода. Вот за Гоггисом там не видно, наверное, но там вода. Там люди, короче, загорают и искупают свои грехи, когда зима. А, вот сейчас видно воду, да. Вон, видите? Как хорошо, что Макс решил свадьбу в Монте-Карло отмечать. Мне очень нравится это. Никогда здесь не было раньше. Жак Асабиров. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый цвет?